Уважаемый президент, уважаемые коллеги, я хотела бы вам представить информацию о популяционном раковом регистре Пензенской области. Работаю я руководителем этого регистра и являюсь заместителем главного врача по организационно-методической работе. На этом слайде вы видите наши координаты. Пожалуйста, если кому что-то интересно, я готова к контактам. В государственном бюджетном учреждении областной онкологический диспансер города Пензе – это учреждение специализированной помощи онкологическим по больным, которое построено в 1992 году по проекту Обнинского онкологического диспансера. Комплекс большой достаточно. В его структуре 485 коек круглосуточного стационара. 125 коек мы имеем дневного стационара. И диспансерное отделение или по другому поликлиника рассчитано на 480 посещений в смену. Я хочу сказать, что особенности нашей области заключаются в том, что издавна в течение длительного времени первичный прием онкологических больных лечебных учреждений города Пензе осуществлялся вот именно у нас в поликлинике или в диспансерном отделении. Поэтому, значит, издавна так наши учредители считали, что нужно было собрать всех специалистов в наше диспансерное отделение, притом не отдавая нам ни оборудование, ничего. И вот так мы остались на сегодняшний день. И теперь прикладываем все усилия к тому, чтобы не только отделить эту службу от себя, потому что это невозможно – выполнять роль первичного звена для городских жителей. Но и также нецелесообразно. В целом, вот так у нас выглядит наша область. Насчитывается население на 1 января 2015 года 1 360 000 из них, и мужской 620, и 740 000 человек женского населения. Хочу сказать, что недавно наши сотрудники МИАЦ подсчитали, что средний возраст жителя Пенинской области достаточно велик. И если по Российской Федерации у нас составляет 38 лет, то у нас средний возраст жителей составляет почти 41 год. Мы относимся к территории со старым населением. Более 27, почти 28 процентов на сегодняшний день у нас жители нетрудоспособного возраста. Значит, вот здесь вам на слайде представлена сеть первичных онкологических кабинетов. Мы придерживаемся в своей работе, организационно-методической работе и в организации 915-го Н-приказа, в соответствии с которым мы работаем, как и все здесь присутствующие. И поэтому постарались максимально укомплектовать кадрами все лечебно-профилактические учреждения области. Для этого нашим учредителям совместно с Институтом постдипломного образования врачей в прошлом году обучено практически 20 врачей различных специальностей, переучено по первичной переподготовке. Они прошли 4-месячный сертифицированный сертификционный цикл, получили должность и сертификат врача-онколога. Но, к сожалению, жизнь такова, что не все уехали на те места, куда предполагалось. И мы продолжаем в этом году обучение. Это очень весомое, так скажем, достижение в нашей области, что пытаются укомплектовать все первичные онкологические кабинеты сертифицированными специалистами, которые по уму и с делом будут относиться к нашим требованиям и выполнять свой объем работы. Вот таких у нас в ЛПУ на сегодняшний день 27 первичных онкологических кабинетов. В городских учреждениях отсутствуют такие кабинеты. И есть 3-4 территории района, где также отсутствуют сертифицированные онкологи. Но обязательно во всех лечебных учреждениях нашей области имеются врачи, ответственные за онкологическую службу. Им в помощь наше, безусловно, среднее звено, без которого мы никуда. И все медицинские сестры онкологических кабинетов, которые в обязательном порядке проходят учебу на рабочем месте у нас, они в курсе всех и вся события, и несут свою работу должным образом. Поэтому, я не знаю, как у вас, у нас сверка на пациентов со злокачественным образованием производится ежемесячно. И я дальше вам поясню, почему такая у нас ситуация. Без этой ситуации мы просто не можем находиться, не можем жить. Итак, у нас вот такая область. Мы пытаемся все укомплектовать кадрами, и учредители нас, понимая, идут нам навстречу. Но пока кадровый дефицит еще мы испытываем. Ну и источники регистрации злокачественного образования, они для вас не новые. Мы пользуемся приказом, который на сегодняшний день у нас в силе. Это 135 приказ от 1999 года. И в соответствии с ним форма, которая здесь указана, я их не буду перечислять. Вы прекрасно знаете. Плюс еще медицинское свидетельство о смерти. Форма. Вот этими всеми источниками, всеми, не пренебрегая ничем, мы пользуемся в своей работе по регистрации злокачественных на образовании. Значит, вот на следующей табличке хочется сначала сказать, что, в общем-то, наша территория относится к Приволжскому федеральному округу. И она входит в десятку территорий с наивысшим показателем заболеваемости. В прошлом году показатель заболеваемости населения нашей области составил 465 на 100 тысяч населения. Вот, значит, ну, здесь, наверное, в принципе, будет уместно сказать, что многие очень пациенты, возрастные пациенты, о чем я раньше говорила, доживают до своих злокачественных на образовании. Вот представленные таблицы, вам здесь стандартизированные показатели заболеваемости и смертности, значит, анализируя их, можно сказать следующее. Для наглядности, к сожалению, здесь не представлено. Значит, я озвучу, что заболеваемость вот в 2013 году у нас составляла 462, стандартизованный показатель 252,3, а смертность в 2013 году 204, стандартизованность 106,5. То есть, в принципе, хоть и старое население, и хоть мы уповаем на то, что у нас вымирает область, однако, посмотря и проанализируя стандартизованный показатель, мы видим, что не так все плохо. Если говорить о заболеваемости, значит, мужского населения, то у нас так же, как и в Калининградской области, на первом месте у мужчин это рак легкого трахеи, на втором месте, значит, рак предстательной железы, на третьем – кожа. У женщин такая же идентичная ситуация, как в Калининградской области. На первом месте рак молочной железы, на втором месте рак кожи, на третьем – рак тела матки. Это вот наши такие основные локализации. И когда мы подбирали вот эту табличку, значит, по рекомендациям организаторов выбрали наиболее такие весомые локализации, то, посмотрев их и сравнив с Российской Федерацией, мы пришли к выводу, что, в принципе, не так у нас все и плохо. Проблемы у нас абсолютно те же самые, что есть и у всех. Это отсутствие официальной информации. Мы, я еще раз скажу, пользуемся всеми источниками, в том числе собираем информацию со свидетельства, выписанных о смерти в лечебных учреждениях. Поэтому для нас очень важно, чтобы эти сведения поступали к нам именно ежемесячно, о чем я раньше говорила. И, безусловно, кадровый дефицит дает о себе знать. И взаимодействие, отсутствие взаимодействия с электронным сегментом лечебно-профилактических учреждений в плане анализа первичной медицинской документации, что хотелось бы видеть в обязательном порядке. И, безусловно, устаревший на сегодняшний день 135-й, простите, приказ, который тоже нам не дает продвигаться вперед. Вот эти проблемы, которые есть, они всем как бы свойственны, и нам они тоже не чужие. Спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. Спасибо. У меня есть вопрос. Спасибо. У меня есть вопрос. Хотела бы спросить, вот что. Хотела бы вот о чем спросить. Что вы имеете в виду электронная часть данных, которым у вас нет доступа? Какие именно электронные данные вы затрудняетесь получить? Чтобы подключили, наверное, не так. Репит, пожалуйста. Слышно? Вопрос следующий. Какие именно электронные данные вы затрудняетесь получить в электронной форме? Вы сказали, что нет достаточной связи с электронными данными. Что именно вам не достает? Пообъясните, пожалуйста, более детально. Какие электронные источники вы хотели бы заполучить, и какая была бы от этого польза? Ну, я полагаю, это, в общем-то, проблема всех регионов. У нас сейчас введена система электронных носителей первичной медицинской документации. Безусловно, когда имеем мы это в общей сети со специализированным учреждением эти данные, нам проще анализировать всю медицинскую документацию, проще и своевременнее воздействовать на какие-то процессы. Но пока у нас вот этой интеграции и обобщенной информации о всех этих электронных вариантах носителей абсолютно нет. И мы пользуемся по настоящее время бумажными носителями. Там амбулаторные карты, прочие там бумажные варианты, по которым иногда очень сложно судить о настоящей ситуации, о настоящем положении дел. Потому что что-то приводится, теряется, что-то там забывается записаться в эту документацию. А электронный вариант подразумевает заполнение всех полей. Там хочешь, не хочешь, человек или врач обязательно акцентирует внимание свое на обязательных полях заполнения. Поэтому мы считаем, коль продвигается наша система онкологическая в этом русле, что мы стремимся к тому, чтобы обобщить в электронном варианте всю медицинскую информацию, в том числе и со всех лечебных подразделений, специализированных учреждений, то это во многом помогло бы нам и при анализе, и при своевременном реагировании на ту или иную ситуацию в районе. Поняла. А что насчет данных о смертности? Они есть в электронной форме или они все еще в бумажной только форме? Данные о смертности, они есть в электронной форме или только в бумажной пока? Данные о смертности. Данные о смертности имеются в электронной форме или они только в бумажной форме? Данные о смертности. Данные о смертности имеются ли в бумажной форме и в электронной форме, или они только в бумажной форме? Смертности – это вот то перечисленный документ формы 106, это свидетельство о смертности. Мы данные свидетельства не имеем в оригинале, но нам привозят из районов информацию о тех выписанных свидетельствах о смерти в этом лечебном учреждении за определенный промежуток времени. Мы имеем возможность оперировать этой информацией. Кроме того, у нас есть МИАЦ – медицинский аналитический центр, который ежемесячно формирует отчетность по домографии. И там есть целый брок структуры причин смертности, где в цифровом выражении можно просмотреть за любым районом, за любым лечебным профилактическим учреждением, сколько у них умерло, какое количество пациентов. Имея базу данных на пациентов, имея базу по количеству, мы, в общем-то, таким образом можем навести порядок с лечебным учреждением, конкретно где что-то не идет или что-то не так, и выйти на истинные причины и выявить тех умерших пациентов, про которые мы от учреждения по той или иной причине не получили сведения. – Скажите, пожалуйста, а в каком, вот вы сейчас сказали, из районов вам присылают информацию об умерших, а в каком виде она? Что это такое? Списки, свидетельства? – Ну, значит, из районов нам присылают не только информацию об умерших, они присылают и мониторинг состояния пациента и состояния опухоли. Это бывает на электронных вариантах, но при том флеш-карта у них в руках, это не передается по электронной почте, это может быть бумажный носитель. Иногда даже для наших сотрудников так проще, иногда проще, когда занят оператор, то там медицинский статистик может занести, оформить в контрольную карту необходимую информацию. Поэтому мы рады и тем, и другим вариантам, которые нам приводят с этих первичных онкологических кабинетов. – Спасибо. – Кроме того, уважаемые коллеги, я хочу вам еще сказать, наше министерство пошло нам навстречу, и, значит, в области на сегодняшний день открыто семь первичных онкологических отделений, которые, мы полагаем, нам помогут разгрузить дневной стационар по химиотерапии, куда у нас огромная очередь и огромная необходимость вот в этом конкретно в коечном фонде. То есть при всех больших межрайонных больницах семи открыты вот такие первичные онкологические отделения для проведения химиотерапии на 2-5 коечек. – Скажите, пожалуйста, а если пациент умер в лечебном учреждении не первичного звена, а специализированном лечебном учреждении, не в онкологическом, как вы информацию эту собираете? – Уважаемые коллеги, я в этой должности работаю уже много лет, 18 лет, и поэтому у нас в области так заведено, кто нам приезжал, видел эту ситуацию, что независимо от специальности врача у нас подаются со всех лечебных учреждений, в том числе и из патолого-анатомического отделения, сведения о выявленных злокачественных на образовании. Если говорить об областных учреждениях, специализированных учреждениях, то они по факту выписки пациентов подают нам информацию в списочном составе, тоже с курьером или электронкой на флеш-карте, то есть мы не нарушаем закон о перс-данах. Если это касается лечебных учреждений первичного звена, вы понимаете сами, что больные с излокачественным на образовании могут лечиться не только по поводу злокачественных на образовании. Поэтому мы всю информацию имеем, какой пациент с какого лечился, по какое число, по поводу какого диагноза проводилось лечение в той или другой медицинской организации. А у вас информация с Росстатом и вы, которые собираете информацию с лечебных учреждений, одна цифра у вас идет? Скорее сказать, информация МИАЦ, которая занимается этой проблемой, и информация Росстата, она немножко разнится. Но там она совсем небольшая разница, там в два, в три десятка. Мы этой проблемой занимались в связи с тем, что у нас очень к этому относится щепетильно учредитель. Значит, мы разбирались с этим вопросом. В Росстат МИАЦ отправляет данные 24-го числа. И они вот что имеют на 24-го число, то и публикуют. И когда в режиме онлайн наши высокие руководители Министерства здравоохранения, Яковлева, или кто-то проводит конференцию, вы это видите и слышите, да, то они пользуются цифрами Росстата. И там у нас, как правило, смертность несколько бывает ниже, чем по данным нашего МИАЦ. А, ниже даже? Да, конечно же, они же 24-го информацию собирают. Это нам, да. Вот раскрыл вам все секреты. Интересная дискуссия, да. Еще вопросы? Я извиняюсь, а из патолого-антомического отделения мы получаем тоже список на ручном или электронном виде. Они у нас даже иногда просят помощи, потому что считают, что тот пальморфизм, который возник после лечения пациента, он настолько, значит, разнообразен, да, что им очень бывает трудно определиться с источником злокачественного образования. Они иногда просят по некоторым случаям дать нам информацию, но это все в официальном запросе делается, значит, не нарушая никаких канонов по персданам, по сохранности персональных данных, значит, о том, какой пациент, там, у них вызывает сомнения, чем он лечился и с каким заболеванием стоял. Но это очень редкие случаи, обычно мы получаем от них информацию и начинаем развивать работу по снижению посмертных учтенок, да, как и у вас. Ищем то учреждение, где больной наблюдался, где клинически ему все-таки выставлялся диагноз злокачественного образования, где подразумевалось оно, но, к сожалению, потом в связи с какими-то обстоятельствами оно ушло. Еще вопросы? А, он найдет. Скажите, пожалуйста, вы такая любезна объясняете, что я приду била смелость спрашивать, какие индикаторы вы используете для оценки качества данных в регистрах? Ну, в общем-то, все те же источники информации, вот какие были тут оговорены. Вы нам все подробно так рассказали, но, безусловно, этим даже занимаюсь и не я, у нас занимается конкретно главный врач, который непременно каждый какой-то годовой период сравнивает себя, то место, нами занимаемое, в строке регионов, в Привожского федерального округа, куда мы относимся. Это первое, на что мы всегда обращаем внимание. А как у соседей дела, а как у них с этим вопросом? Поэтому это, безусловно, одна сторона вопроса. Кроме того, вот эти уточненные свидетельства о смерти, которые уже как бы финал, да, злокачественного образования, они нам тоже в помощь, безусловно. И вот эти вот данные МИАЦ, которые мы ежемесячно имеем и имеем возможность проконтролировать учреждения, они нам тоже на руку в этом случае. Большое спасибо.